На сегодняшнем заседании Государственной Думы планируется рассмотреть 66 вопросов повестки дня, ну плюс еще около двух десятков в резерве. Из тех вопросов, которые сегодня будут рассматриваться в третьем чтении, заслуживает внимания, безусловно, принятие бюджетов трех небюджетных фондов. Фракция КПРФ не будет поддерживать в третьем чтении все эти три законопроекта, потому что ни один из представленных законопроектов редакции правительства Российской Федерации, к сожалению, не решает те вопросы, которые подставлены ни перед пенсионным фондом, ни перед фондом социального страхования, ни, естественно, перед фондом обязательного медицинского страхования. Если говорить о фонде пенсионном, то поставленная задача о реальном увеличении пенсии в той редакции и теми средствами, которые предусмотрены в данном законе, не решается. Реальный рост пенсии будет составлять в районе 2,3-1,8% на трехлетку, естественно, это совершенно незначительный рост, а в части выполнения задачи по приближению средней пенсии к средней заработной плате, по реализации той конвенции Международной организации труда, которую мы ратифицировали буквально перед принятием пакета непопулярных пенсионных законов, то здесь вопрос вообще не решается. 33,6-33,4% это будет соотношение средней пенсии к средней заработной плате на протяжении ближайшей трехлетки. Иными словами, мы не будем выполнять как раз положение этой самой конвенции, которую реализовали, и, собственно, которая была одной из баз таких основных для принятия пакета вот этих непопулярных пенсионных реформ. Что касается фонда социального страхования, к большому сожалению, вновь встанет острый вопрос обеспечения санаторно-курортным лечением инвалидов и других льготников. Обеспечить санаторно-курортным лечением получится по той редакции и по тем средствам, которые представлены в законе в третьем чтении всего лишь один раз в пять лет. Причем ситуация ухудшается с каждым годом. В этом году вновь этот промежуток увеличился. Раньше было один раз в три года, один раз в четыре года, теперь один раз в пять лет. То же самое касается и технических средств реабилитации. Обеспеченность ими не достигнет 90%, и вновь эта проблема будет стоять перед нашими инвалидами, теми лицами, которые, безусловно, нуждаются в получении этих самых средств. Два законопроекта, непопулярных сегодня будут приняты еще в третьем чтении. Это законопроект, который отменяет индексацию пенсий военных пенсионеров и лиц к ним приравненных. Я напомню, что в соответствии с указом президента ежегодно она должна была повышаться независимо от уровня инфляции, еще плюс на 2%. Но, к сожалению, правительство вновь заморозило, хотя для этого требовалось всего 11 миллиардов рублей из нашего профицитного, достаточно сегодня объективно способного на вот эти вот траты бюджета. Поэтому мы не будем поддерживать, безусловно, в третьем чтении этот законопроект, точно как же, как и законопроект, который до 2021 года изымает накопительную часть пенсии, передает ее на финансирование страховых частей пенсии. Правительство Российской Федерации обещало внести неоднократно, собственно, концепцию развития пенсионного законодательства, пенсионной реформы. Однако до сих пор этого не сделало, и перенос в очередной раз на год срока, когда будет изыматься накопительная часть пенсии, абсолютно не решает проблемы, стоящие сегодня перед нашим пенсионным законодательством. Два законопроекта будет сегодня рассматриваться в сфере ЖКХ. Первый касается реализации так называемой мусорной реформы. Она откладывается или предполагается, что она будет отложена в городах федерального значения. Это в Москве, Петербурге и Севастополе. Тем самым будет сглажено некоторое такое влияние, связанное с резким ростом тарифа именно в этих трех городах, в то время как в всей остальной России. К сожалению, программа будет реализована, реформа будет реализована. Это будет сопровождаться, по нашим данным, в некоторых случаях ростом тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов в полтора-два раза, что, безусловно, отразится на благосостоянии наших граждан. Точно так же правительство Российской Федерации предлагает продлить во втором чтении, будем сегодня рассматривать, функционирование фонда реформирования ЖКХ. И через этот фонд будет реализоваться в дальнейшем программа переселения граждан из ветхого аварийного жилья. Плюс туда же, видимо, будет передан ряд полномочий по реализации новых национальных проектов, в том числе в сфере водоотведения. Ну и, наконец, еще один законопроект, который заслуживает внимания, это инициатива ФАС о ликвидации до 2021 года практически всех МУПов и ГУПов. Это государственных и муниципальных унитарных предприятий. Предполагается оставить их только в сфере обороны, в сфере, определяемой напрямую указами президента. Ну и, естественно, столь массовая или массированная реформа, когда тысячи предприятий сегодня по стране созданы в столь короткие сроки, обернется, если не катастрофой, то значительным осложнением, в том числе предоставлением коммунальных услуг, в том числе предоставлением разного рода социальных услуг. Фракция КПРФ считает, что этот шаг на сегодня достаточно преждевременен, непросчитан и требует дополнительного обсуждения. Мы будем голосовать против редакции в первом чтении. Мне хотелось бы в оставшееся время сказать о том, что крайне важно и существенно о правозащите. Это слово оказалось в определенной степени дискредитировано. Оказалось, подорвано доверие людей к этому явлению, в то время как мы все нуждаемся в настоящей народной правозащите. И депутат, если он народный депутат, должен быть в первую очередь защитником людей. Защитником людей бедных, униженных, оскорбленных, отверженных. Ко мне непрестанно обращаются люди, которые сталкиваются с абсолютным попранием их прав. Обращаются те, кого подвергают издевательствам и истязаниям в тюрьмах и колониях. И это связано в том числе с отсутствием нормальной системы контроля за происходящим там. Надеюсь, что в ближайшее время Госдума рассмотрит внесенный законопроект мною при поддержке уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой о том, чтобы сотрудники ее аппарата имели возможность беспрепятственного доступа и в СИЗО, и в колонии. Этот вопрос все время болтается в повестке, но время рассмотрения до сих пор не доходит. До Нового года я внесу законопроект об обязательности видеорегистраторов в тюрьмах и лагерях. Считаю это существенным. Еще одна важная тема – это выдача ополченцев Донбасса на расправу на Украину. Прямо вот сейчас перед нашим пресс-подходом я подписал несколько запросов в прокуратуру с просьбой разобраться и опротестовать подобные решения. Буквально на днях удалось выцарпать некоторых ребят, но сама по себе ситуация совершенно недостойная и недопустимая. Это же касается и в целом прав наших соотечественников, потому что сегодня мы наблюдаем, что люди вынуждены обходить бесконечные бюрократические кабинеты, откуда их отфутболивают, в поисках заветного российского паспорта или возможности получить хотя бы временное пребывание в Российской Федерации. Внесены все соответствующие законопроекты в Государственную Думу, причем поддержали представители разных фракций, в том числе люди из Совета Федерации, сенаторы, но, к сожалению, пока до рассмотрения дела не доходит. Но этот же вопрос касается, кстати говоря, и абсолютного людоедства по отношению к нашим сиротам. Это ребята, от которых отказались родители или которые просто оказались без родных и близких, и от них же отказывается государство. Свыше 160 тысяч выпускников детских домов сегодня не имеют крышу над головой. В ближайшее время я планирую внести законопроект, который будет связан с предоставлением социального жилья этим ребятам. Это могут быть даже социальные общаги, но вот в нашем нацпроекте жилье никак не предусмотрены никакие траты для этих самых несчастных и самых обездоленных, для ребят, которые оказались без всякого попечения родных и близких, для сирот. И это издевательство над ними, конечно, повод тоже для незамедлительного вмешательства. Будем отстаивать права и интересы, жизнь, здоровье, безопасность, человеческое достоинство наших сограждан и соотечественников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова